В ответ на наш запрос в региональной инспекции государственной охраны объектов культурного наследия заявили, что работы проводятся без специальных документов. Запроса на разрешение реконструкции улицы не поступало, но, по словам руководителя ведомства, подобное разрешение для ремонта дорожного полотна в центре города и не требовалось. В московском отделении ВАОПИК же считают, что по федеральному закону, прежде чем начинать работы, подрядчик обязан ознакомиться с зонами охраны памятников, располагающихся на улице. В свой план, скажем так, ремонта, получить раздел о том, что проведены необходимые археологические исследования и не будет нанесен вред памятникам, которые находятся рядом. Можно раскопать все, что угодно, рядом может и памятник просто уходить. Помимо этого, в ответе на запрос в инспекции сообщили, что о брусчатке узнали только из социальных сетей. А выехавшие на место археологи ОГПУ определить точное время возникновения мостовой не смогли из-за отсутствия артефактов. Именно поэтому объект не сможет быть включен в перечень объектов с признаками исторической ценности. Вероятно, на этом исследование участка на улице Правды со стороны государственной инспекции завершено. Понять, что является памятником, что не является памятником истории и культуры, что относится, например, к историческому поселению или нет, может только определить государственная историко-культурная экспертиза. Инициатор может быть как сам региональный орган охраны памятников, так же и заинтересованные граждане. В 2013 году постановлением областного правительства исторический центр Оренбурга был признан историческим поселением. Оно занимает около 1% от общей территории города. В то же время Минкульт разработал проект документа об утверждении предмета охраны исторического поселения и требований к градостроительным регламентам в его границах. С момента разработки прошло более пяти лет. Историческое поселение остаётся незащищённым. В 2013 году по контракту государственному за счёт бюджетных денег Оренбургской области ООО РОНа, НПП РОНа, разработала все эти документы. Потом немного поменялось закомендательство в 2014 году, требования другие начались. Они сделали корректировку. Это были ещё 150 тысяч бюджетных денег выделены. Государственная инспекция по охране исторических памятников подчиняется губернатору. Вот что нужно губернатору. Губернатор скажет вот этот памятник, мы его оставим. Не скажет, мы его не оставим. То есть у этих людей как бы своего мнения нет. Несмотря на... Они должны руководствоваться законом. 73-й, федеральным. И как раз может быть где-то губернатора поправлять. Потому что губернатор не может знать все законы, вникать глубоко исключительно в исторический центр. Документ позволяет любые строительные работы, любую, скажем даже так, хозяйственную деятельность на территории исторического поселения проводить под наблюдением археологического надзора. Защищает историческое поселение от уничтожения артефактов. Каждый день к нам в организацию поступают сведения о том, что сносятся дома, появляются новые списки, расчищаются какие-то исторические объекты, выводятся из реестра, или их не ставят туда, как вновь выявленные памятники. Тем временем, пока проект границ исторического наследия не подписан, мы продолжаем терять историю своей малой родины. Что касается найденной брусчатки, представители ВОАПИК будут настаивать на государственной историко-культурной экспертизе, а также привлечении независимых экспертов и археологов. Помимо этого, вместе с депутатами общественники направили запрос в прокуратуру, чтобы поставить точку в этой истории.